Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас второй выпуск в моей новой серии роликов на тему планирования второй беременности и зачатия малыша номер 2. Кто не смотрел первый выпуск здесь, наверху экрана, прикреплю карточку, пожалуйста, идите посмотрите и потом возвращайтесь ко мне. Ну а те, кто смотрел, продолжаем с выпуском номер 2. И сегодня будем более глубоко и детально говорить об овуляции. Сразу скажу, для тех подруг, которые не хотят заморачиваться с тестированием и высчитыванием дней овуляции, этот ролик не для вас. Можете выключить этот ролик и подключайтесь к нам в четверг. Но для тех подруг, которые хотят все-таки знать, как высчитываются дни овуляции, как овуляция в принципе работает, то сегодня мы с вами будем очень детально об этом говорить. И, конечно же, будем проводить тесты овуляции до нашего заветного смайлика на экране теста. В прошлом своем выпуске на большой радости я, конечно же, перепутала то, как работает овуляция и как ее рассчитывать в зависимости от длины цикла женщины. Поэтому сегодня поговорим об этом еще раз и пройдемся по каждому этапу по очереди. Во-первых, что такое овуляция? Овуляция это процесс, в котором женские яичники высвобождают созревшую яйцеклетку, и она, в свою очередь, ждет мужской сперматозоид, который может ее оплодотворить. И в будущем из этой оплодотворенной яйцеклетки получается живой человек. В большинстве случаев овуляция происходит каждый месяц в определенное время женского цикла. И у каждой женщины этот цикл разный. В среднем это 28 дней, но также могут быть циклы и короче, и длиннее. У меня, например, цикл 31 день, и это считается достаточно длинным циклом. Первым днем цикла считается первый день месячных, то есть тот день, когда вы видите кровь. Последним днем цикла считается день до следующих месячных. И в наше время очень легко рассчитать свой цикл. Вы используете либо обычный календарь, где вы отмечаете начало своего цикла и окончание своего цикла. Также можете использовать приложения в телефоне, которые помогут вам сделать это намного-намного легче. Я, например, использую приложение. Как правило, овуляция происходит ровно в середине цикла женщины. Здесь есть небольшая загвоздка. Если у женщины цикл короткий, это 28 дней и меньше, тогда овуляция происходит раньше половины цикла. И если мы хотим забеременеть, то здесь нужно быть осторожной и начать тестировать свою овуляцию заблаговременно. В свою очередь, если у женщины длинный цикл, как у меня, 31 день, тогда овуляция может произойти позже середины цикла, вплоть до 21 дня. Все, что до 21 дня цикла, это считается нормой. Все, что после 21 дня, это уже считается поздней овуляцией. Но об этом мы будем говорить в том случае, если мы до данной ситуации дойдем. Когда я забеременела в первый раз, я помню, что моя овуляция наступила на 12 день моего цикла. Для женщины, у которой цикл 31 день, это достаточно рано. И здесь мы должны говорить о том, что цикл каждой женщины, он может достаточно сильно отличаться от цикла другой женщины, несмотря на то, что длина этого цикла у них может быть одинаковой. Да куда там говорить, этот цикл может отличаться у одной и той же женщины в разные месяцы. Все зависит от того, насколько у женщины большой стресс, как у нее дела с набором или потерей веса, со здоровьем, с питанием и очень-очень много факторов, которые действительно влияют на ее цикл. Так вот, в прошлый раз, когда я забеременела, я поняла, что очень хорошо, что я начала тестировать свою овуляцию заблаговременно. То есть, как только закончились мои месячные, я тут же и сразу начала ее тестировать, по-моему, если не ошибаюсь, с дня пятого. Как вы уже видели в предыдущем моем видеоролике, ровно как и в прошлый раз, я использую электронные тесты КЛЕРГЛУ. Для меня лично это самый удобный и быстрый метод для того, чтобы определить дни моей овуляции, а это означает самые фертильные дни, в которые есть наиболее высокий шанс для нас забеременеть. Тесты на овуляцию каждый день следует проводить в одно и то же время, и желательно не ходить в туалет по-маленькому за 4 часа до теста. Также не пить излишнее количество жидкости до этого теста. Самое лучшее время тестировать овуляцию, это, конечно же, с утра. Ближе ко дню предполагаемой овуляции я буду ее тестировать 2 раза в день, просто для того, чтобы убедиться, что я ни в коем случае ее не пропустила. Почему это так важно? Значит, как происходит сам процесс овуляции. Как я уже сказала, овуляция в среднем случается в середине цикла женщины, но опять же, если женщина планирует свою беременность, было бы хорошо протестировать свою овуляцию несколько циклов и посмотреть, есть ли паттерн именно в днях ее овуляции. Поскольку этот самый фертильный день каждый цикл может отличаться. В этом месяце я провожу тест овуляции впервые, поэтому надеюсь, что мой паттерн не будет отличаться от того, каким он был, когда мы забеременели в первый раз. Что же происходит в женском организме во время этой овуляции? Во-первых, самое важное, высвобождается созревшая яйцеклетка. То есть, один из яичников обычно высвобождает эту яйцеклетку. Может быть такое, что высвобождается несколько яйцеклеток, а может быть и такое, что в данный цикл этой овуляции не происходит вовсе, поскольку ни одна из яйцеклеток в фолликулах не созрела. Если яйцеклетка все же созрела, тогда женский мозг высвобождает лютинизирующий гормон, который позволит фолликулам эту яйцеклетку высвободить. Ну что интересно, когда мы делаем тест на овуляцию и в экране видим наш заветный смайлик, это вовсе не означает, что овуляция происходит в данный момент. Это всего лишь навсего означает, что мозг высвободил лютинизирующий гормон, и именно его тест распознает в нашей моче, при помощи которой мы, собственно, этот тест и проводим. И после того, как этот гормон высвобождается и достигает своего пика, еще есть от 12 до 24 часов до того, как яйцеклетка будет реально высвобождена. Поэтому, когда мы видим позитивный тест на овуляцию, мы знаем, что у нас есть еще немного времени запаса, собственно, для того, чтобы встретиться с мужем и запланировать головой акт. Сама яйцеклетка в организме женщины живет от 12 до 24 часов, намного меньше, чем в ее организме могут выжить сперматозоиды. Сперматозоиды живут от 3 до 5 дней. Поэтому, когда вы готовитесь к овуляции и вы приблизительно знаете паттерн и дни своего цикла, было бы хорошо также запланировать свои половые акты. Приблизительно 2-3 дня до овуляции, потом еще один акт во время овуляции, ну и для того, чтобы закрепить результат еще один разок после овуляции. В общем, в целом этого должно быть достаточно для того, чтобы забеременеть. Помимо электронных тестов, конечно же, есть еще несколько способов, как мы можем проверить нашу овуляцию. Во-первых, это симптоматика, которую нам дает наш организм. Ближе ко дню овуляции мы начинаем испытывать большую тягу к сексу, то есть наше либидо, оно возрастает. Мы можем ощущать чувствительность в наших сосках, также мы можем следить за нашим влагалищем, поскольку ко дню овуляции наши выделения меняются. Они становятся прозрачными и очень похожими по консистенции на яичный белок. Эти выделения или, другими словами, естественная смазка во время овуляции именно такой консистенции не зря. Она очень скользкая, прозрачная именно для того, чтобы помочь сперматозоиду мужчины добраться легче до готовой яйцеклетки. И также само влагалище, оно становится более открытым и более мягким. Помимо этих симптомов, также есть еще один метод. Мы можем измерять нашу базальную температуру. Базальная температура в зависимости от цикла женщины меняется. Как правило, в первой половине цикла базальная температура ниже, она порядка 36 градусов или еще немного ниже. Это самая, на самом деле, низкая температура нашего тела. Но во второй половине цикла, когда происходит пик лютенизирующего гормона, эта температура поднимается. И она очень хорошо показывает именно эти гормональные колебания в организме женщины. И когда мы измерили нашу базальную температуру и видим, что она повысилась, это означает, что и наш лютенизирующий гормон находится на пике. И это, в свою очередь, означает, что у нас еще есть приблизительно 12 часов для того, чтобы запланировать свой акт и попасть на момент овуляции. Кстати, еще один очень интересный факт об овуляции. Она может происходить и без месячных. И это, кстати говоря, очень важная информация для кормящих женщин, которые только-только родили и думают, что если у них нет месячных, то они, в принципе, не могут забеременеть. На самом же деле овуляция может вернуться уже 6 недель спустя после родов. Ровно тогда, когда вы проходите свое первое послеродовое восстановление. И несмотря на то, что у женщины нет менструации, особенно если она кормит грудью, овуляция ежемесячно может возобновиться. Поэтому очень важно даже во время грудного вскармливания предохраняться во время секса. Ну что ж, я думаю, пора нам приступить к нашим тестам овуляции. Будем смотреть, как же будет вести себя мой цикл, и будем проверять все закономерности и теории, о которых мы говорили ранее. И давайте все вместе, бабы, держать кулаки и надеяться, что нас ожидает удача. Сегодня у нас второй день тестов на овуляцию. Так, тестик наш готов. Вот, тест показывает, что овуляции еще нет. Привет, подруги! Третий день наших тестов овуляции. Сегодня у нас снова пустой кружочек. Это означает, что овуляция еще не наступила. У нас в запасе есть немного времени. Блин, нету. Нету, Флоу обещал, что будет, и нету. Эх! Черт! Так, давайте бабы, смотреть, что у нас там. В общем, Флоу обещает мне сегодня, вот, 2 июня. И прям синим круголем отмечено, что вот прям овуляция, овуляция сегодня должна наступить. 12-й день моего цикла. Но тест показывает, что овуляции нет. Будем смотреть, как дело пойдет завтра-послезавтра. Подруги, привет! Так, у нас с вами сегодня 3 июня. Получается, у нас вот 3 июня и 13-й день моего цикла. Вчера должна была быть овуляция, но ее не произошло ровно так же, как и не происходит ее сегодня. Вот у меня пустой кругаль и нет никакого смайла. Так, подружки, 14-й день, овуляции нет. Так, подружки, я сделала повторный тест. Сегодня 14-й день. И вот он, мой долгожданный смайлик. Ура! Ура, ура, ура. Так, вот, девчонки, показываю. Значит, вот, видите, выделено 4-е число, 14-й день нашего цикла. И у нас есть овуляция. Ура! Короче, все. Котенок. Сестричка твоя тебя ждет. Видишь, смайлик? Мортик не слышит. Да? Не-не-не, это прям... Все, ешь свои яблочки. Короче, бабы, работаем. Так, подружки, 15-й день, раннее утро, и тест наш позитивный. Есть смайлик. Так что пока всплеск гормона еще есть. Подружки, 15-й день, 4 часа дня, и до сих пор наш смайлик на тесте показывается. Подружки, привет! У нас сегодня с вами суббота, 16-й день моего цикла. И вот что у нас происходит по календарю. Я вела все изменения и показатели теста на овуляцию. И вот программа пересчитала дни моей овуляции и показывает 15-й день, как самый фертильный день этого месяца. Ну, сегодня у нас уже один день после. Также сегодня провела тест для того, чтобы посмотреть, как долго будет проявляться лютонизирующий гормон в моей системе. И вот сегодня у нас до сих пор смайлик. В принципе, по женскому циклу нормально, поскольку этот гормон спадает и перестает показываться на тесте приблизительно 2-3 дня после своего пика. Так что по дням все нормально и неудивительно, что тест показывает позитивный. Нам только остается надеяться, что мои яичники высвободили созревшую яйцеклетку, и в этом месяце у нас была овуляция, поскольку наличие гормона, который является триггером овуляции, абсолютно не означает, что овуляция произошла. Ну, будем держать кулаки и надеяться, что она все-таки была. Свою работу с мужем мы сделали, поэтому нам остается ждать минимум неделю до возможных симптомов имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Ну, это, конечно, учитывая, что все остальные этапы этого процесса, они действительно в организме произошли. Вам об этом я расскажу в следующем моем видеоролике, который я буду снимать приблизительно через неделю, и также буду рассказывать вам, чувствовала ли я какие-либо симптомы во время предполагаемой овуляции. Так, подруги, у нас до сих пор 6 число, вот выделена циферка 6, это 16-й день моего цикла, вечер. И вот я сделала еще один тест на овуляцию, и тест показывает, что лютинизирующего гормона уже в моей системе нет. Так что все, нам осталось только ждать еще минимум недельку для того, чтобы посмотреть, будут ли симптомы имплантации. Ну, а потом уже ждать следующих месячных, наступят они или нет. Субтитры сделал DimaTorzok